Глеб Спасибо Очень успешных проектов, в которых, в свою очередь, претерпевали всякие неприятности. У меня с Николаем Московым был такой проект, который был под покровительством Давида Тухмана, он назывался «Группа Москва». Очень успешный проект, в результате которого появился такой диск, «НЛО» назывался. И буквально сразу после выхода этого альбома мы поехали в тур, и сразу все дворцы спорта, стадионы были витком забиты, и тут же нас запретили. Запретили раз и навсегда всегда. Причем запретили так, что мы не могли найти работу нигде вообще. Это был 83-й год. Мы выступали в Сочи, в этом большом фестивальном зале, и у нас каждый день было по два концерта, а в субботу и воскресенье по три. Вот и приехал замминистра культуры, и у нас была такая песня, называлась «НЛО». «НЛО! НЛО!» И вот когда мы пели эту песню, молодежь вскакивала на суде, и начинала в такт песни прыгать. Замминистр посмотрел, уехал, и все, на следующий день мы были безработные. И нам, естественно, приходилось мыкаться, где-то года три, наверное, мы мыкались. Здесь я работал с Сергеем Мазаевым в ночном загородном ресторане. Это были подпольные такие рестораны, где мы играли все, что хотели, играли всякую там фирму. И туда было очень тяжело попасть. Но это единственный был способ, так сказать, выживать. Барабанщик Саша Львов был в первом составе «Арии». Маршалл, он принимал участие в таких группах, как «Аракс». Вот. И еще один член нашей группы, Ян Яненков, он был в группе Стаса Намина. То есть все были в успешных проектах. И что касается успеха, то нам все это было очень знакомо. И с точки зрения профессиональной. Но вот наступил момент, который назывался перестройкой в свое время. Мы почувствовали, что что-то начало меняться. И меняется очень сильно. Мне казалось тогда, что вот этот маразм, который присутствовал при советской власти, действительно был идиотизм огромный. Вместо того, чтобы делать лучше, мы слушали там западную музыку. Из-за границы привозили всякие джинсы, жвачку. Вместо того, чтобы завалить страну жвачкой, джинсами и очень хорошей музыкой, лучше, может быть, в каком-то смысле, чем даже оттуда приходило, то, что талантливых людей много у нас в стране было. Все это запрещалось. Глупс. На самом деле, это, не знаю, может быть, это было специально сделано. Так вот, подтачивались основы страны. Для того, чтобы нас услышали и поняли, что мы тоже умеем играть музыку, мы стали записывать песни на английском языке. В то время это стали делать все. Все вообще. Вот, приехал Дон Кинг. Тут же собрались все газеты, которые только есть. Это знаменитейший промоутер боксеров. Тогда он был промоутером Майка Тайсона. Он такой мастер слова. А мы уже развесили, языки высунули. Вот и слушаем. И все газетчики тоже слушают. И его спрашивают, что вы собираетесь делать с этой группой? С этой группой сейчас, мы, говорят, у нас уже стоит на приколе лайнер огромный, океанский. На этом лайнере будет 300 ведущих самых топовых моделей. Подписал с нами контракт. И сейчас мы больше его никогда не видели. Единственное, что он сделал, единственное, что он сделал. Вот, у нас была песня, которая называлась Fortress. Это песня, в переводе называется «Клипость». И вот это было зимой. И он прямо там, в парке Горького, на снегу, они на телевизионной камере сняли такой клип. А у него была передача в Америке. Называлась «Только в Америке». Он вел эту передачу. И вот он в этой передаче рассказал о своем путешествии, так сказать, в Россию. И показал, вот такая в России есть группа. Ее показали по центральному каналу какому-то там, не знаю, PC, CPS. Уже не помню. И показали наш этот передач. И вот тут завертелся какой-то такой интерес. Приезжало еще огромное количество больших менеджеров. Менеджеры, которые менеджировали Scorpions, Def Leppard, VC, DC. Многие. И все они поступали очень похоже, как Донкин. Они подписывали какие-то контракты с нами. И исчезали. И в конце концов нашелся один человек. Он тогда был президентом фирмы Крамор. Очень популярная, самая популярная вегетарная фирмы тогда. На них играли все. И поскольку он по крови был итальянец, а в Америке существует... Хотите верить, хотите нет, но есть итальянская мафия. И все люди, которые имеют итальянские фамилии, какой-то более бизнес, они все связаны с этой структурой, в том числе и группой Бонжови. Все гитарные фирмы, такие как Gibson, Fender, все принадлежат этой структуре. Пусть у них даже руководящие люди и не имеют итальянские фамилии, но потом, как выяснилось, тем не менее, все это там. И вот этот человек пригласил к себе по дружбе Джона Бонжови и гитариста Рича Самбора, который играл на их гитарах, и поставил ему кассету. На этой кассете было записано наше первое демо из 10 песен на английском языке. Очень такая современная была музыка, мощная рок в стиле, может быть, Депп Леппорд или еще чего-то такого, Байтснейк, я не знаю. Много было секса там, всякого. Но было пару произведений, которые были в духе, наверное, ближе к Питеру Гебрилу. Потому что мы были все-таки довольно образованные люди с точки зрения музыканий. А Рича Самбора для него музыкант номер один был Питер Гебрил. И когда они услышали это, то оба сказали, это современно, это круто, это здорово. И вот здесь все, так сказать, завертелось. Нас привезли в 88-м году в Америку. Я приехал на день раньше, а ребятам на день позже. И меня взяли в аэропорту, посадили в лимузин. Я никогда не видел тогда лимузинов. Было удивительно. Я ехал в таком приплюснутом длинном автомобиле. И меня привезли на бэкстейдж концерта в Нью-Джерси группы White Snake. Вот, мы завели, так сказать, с черного входа. Я посмотрел концерт, и потом привели меня к артистам. И вот я стою, и ко мне подходит Дэвид Ковердейл. Говорит, «А, how are you? Там, вы музыкант? Из группы Паркорка, да?» Я говорю, «Да». Для меня это был один из моих кумиров, еще со времен Deep Purple, потом White Snake. Подходит гитарист, Дивиан Кэмпбелл, который играл в тот момент White Snake. А до этого он играл у... Как же его? Господи помилых. Дио. Он говорит, «Давайте покажу свои усилители и гитары свои». Водил меня по сцене. У меня такое было ощущение, что попал в космический корабль какой-то, находили там все. А через день во дворе дома нашего менеджера у бассейна у нас была пати с группой «Бонжолис». Вот мы разговаривали. Все это было как-то очень невероятно. Вот через некоторое время мы уехали опять. Мы недолго пробовали там, уехали в Москву. Через некоторое время приехал президент фирмы «Полиграмм». «Эшер» его звали, да. И вот опять приехала вся группа «Бонжоли». Им нужно было посмотреть стадион «Лужники», на котором планировалось уже чуть меньше через год этот грандиозный концепт, который назывался «Фестиваль мира», куда приехали «Ози», «Бонжоли», «Скордион», «Смутли Крю», еще разные оркестры. И мы в том числе. И вот там, где мы обычно репетировали, в парке Горького, у нас стояла аппаратура, которая была подключена. А в этом же парке, в этом же амфитеатре было такое кафе андеграундовое. С точки зрения, наверное, иностранца, выглянуло оно ужасно. Похоже, наверное, на заброшенное метро. Вот. Я помню, как сидел этот Дэвид Эшер, президент фирмы «Полеграмм», вся группа «Бонжоли». И у него был взгляд такой, на его глазах был написан ужас. Он смотрел по сторонам. Я не знаю, почему так было, что у него было внутри, чего он так сильно боялся. Вот. И в какой-то момент мы решили, что пойдем подключим свои инструменты. Сейчас придет Дэвид с «Бонжоли». И мы будем им играть, сыграем им пяток песен. Они пришли, комната была не очень большая. Вот. И мы сыграли пять песен. Первое, что подбежал ко мне Джон Бонжоли, и он сказал, «Вы это живьем играли?» Я говорю, «А разве ты не видишь?» Ну, когда ты находишься там в четырех метрах от барабанщика, не понять, что он играет живьем невозможно. Вот. А у президента «Полиграмма» это была вторая в мире рекорд-компания по количеству мощных артистов. Вот. У него вдруг рост толкок у Бородина такой. Глаза сияли счастьем, он подбежал к нам и начал нас обнимать, так поднимать даже несколько так вот, приподнимать и кричать. «Я из вас делаю звезд, я из вас делаю огромных звезд». Вот. И вот с этого, наверное, все началось. Чуть позже, мы буквально месяц, через полтора подписали уже такой настоящий контракт. Вот. И уехали сначала в Нью-Йорк, чтобы там неделю готовиться и потом перелетели в Ванкувер, где первые пять песен альбома мы записали с продюсером Арлен Смит. Брюсом Фербером, это ныне покойный, к сожалению, очень интересный был дядька. У нас не было шансов исполнять песни ни на каком другом языке, нас просто там бы не поняли. А само по себе дерзновение у нас было, нам очень хотелось, чтобы сделать нечто такое, чтобы о нас услышали во всем мире. Вот. Поэтому, как вы понимаете, это и есть, наверное, мой ответ на вопрос, почему мы поем на английском языке, и все песни, которые записала группа Паркорькова, все четыре альбома были, естественно, записаны там, все они на английском языке. Вот все осталось, все, что осталось рассказать после группы. сейчас я уже очень много пишу на русском языке, и большая часть этого воплощается в творчестве моей супруги, Ольги Кармогиной. Нам очень интересно. Я испытываю уже те же чувства, которые когда-то испытывал в самом начале, когда все это делали с парком. Но я думаю, что через какое-то время вы услышите и нечто новое на том же русском языке, уже группа Паркорькова, несколько обновленной, конечно, но мне очень хотелось это делать, мне очень хотелось, чтобы в России было больше качественной музыки на русском языке, потому что когда-то это все было. Вот в середине 80-х годов, когда появлялись новые интересные группы, я помню, был Руиз, даже в самом начале 80-х годов, много-много у нас на глазах появилась и Ария, и все, все это было очень интересно, и мы вдохновляли друг друга, автограф, там, интеграм, разные, там, было команд, и все это было очень интересно, и мне очень хотелось, чтобы и сейчас была такая же атмосфера, чтобы появлялся много интересных групп, и они вдохновляли друг друга, магазинчик, контор, что ли, вот, туда можно было зайти, вот, и там, висел список песен таких, и висели образцы пластинок, которые вам могли записать на 78 оборотов, и на них либо были самолеты изображены, либо петлы, либо еще что-то, вот, и я решил свою бабушку поздравить с днем рождения, можно было записать поздравление, и тебе прям тут же записывали эту пластинку, и предлагалось, так сказать, песня на выбор, вот, я записал поздравление, я говорю, ну какую вы выберете песню, я начал смотреть, и у меня застряло, еще я читал как-то журнал, то ли неумерство, или что-то, у меня застряла была песня «Ночь после трудного дня» «Битлс». Вот, я говорю, вот, вот эту песню мне, пожалуйста, запишите туда. Вот, меня записали, я вернулся домой, у нас была такая регонда, как я сейчас помню, сидят гости, в основном бабушкины ровесницы, ровесники, вот, я говорю, бабушка, я принес тебе подарок, поставил по стенку, все с умилением сидят, так слушают, бабушка, дорогая, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья, и все такое прочее, вот, а сейчас, пожалуйста, слушай песню, все так умилились, вот, «It's been a hard day, it's night!» Они так друг на друг посмотрели, и одна из женщин говорит, «Что это они, как собаки лают?» Вот, если вы будете петь в России по-английски, будет то же самое. Вы понимаете, что для вас это будет просто эксперимент и хобби, и если вы конкретно поставили для себя задачу стать популярными во всем мире, то тогда, да, имеет смысл петь по-английски, вот, но, где гарантия, что это произойдет, нет. Но поскольку вы в этой стране, и в этой стране сейчас есть мощнейшие ресурсы, мощнейший потенциал, у нас очень мало хорошей музыки на русской музыке, очень мало. вот, я вам просто советую вложить все свои силы творческие и сделать все-таки на русском языке, и пройдет время, и вы будете сами себе даже благодарны, так сказать, за этот труд. Наверное, последний дом, где мы жили все вместе, был такой большой дом, где мы сняли клип песни «Tell me why» помните, «Tell me why» вот, мы там совсем юные, в шортах, брегаем, вот, а потом некоторые участники группы начали жениться. Первым женился Маршал, вот, вторым женился Саша Львов, барабанщик, вот, и женатые начали рассасываться, так сказать, по своим квартирам, по своим домам, кто куда хотел. Вот, я остался вдвоем с Яном Яненком, это второй гитарист из нашей группы, который сейчас со мной играет. Вот, и мы стали искать место, куда бы нам заехали, туда-сюда, искали-искали, и нашли дом, небольшой домик, такой двухэтажный, причем, второй этаж был ниже первого, он висел над обрывом. Этот дом находился сразу-сразу под словами Голливуд. Вот, если вы видите, Голливуд, 50 метров вниз, и в самом центре висел этот домик, вот, внизу была лощина, очень красивая лощина, в ней было огромное количество всяких растений, а через лощину метр двухстах, наверное, трехстах от нас находился дом Мадонны, похожий на такой мини-кремль. Этот дом принадлежал когда-то мафиози, который построил Лас-Вегас, и в этом доме его и убили. Вот, и вот в этом домике, который мы сняли, была лачушка такая небольшая, вот, я ее облюбовал себе, и мне не было ни окон, всего была одна дверь, а поскольку это высоко над уровнем моря, то в таких домах это это старый актерский район, кинематографический такой, вот, и там не использовались кондиционеры. Вообще, там очень жарко всегда, но там довольно, вот, похоже на этот климат в горах, вот, поэтому кондиционера не было, и я вот в этой лачушке поставил свое оборудование и сидел там, сочинял музыку. Вот, и иногда я мог сутками не спать, сидел, сидел, все так, и писал, писал. Вот, через какое-то время у меня наступило состояние, которое, наверное, описывает, как депрессия, что ли, мне стало очень тяжко, тяжело, то ли окон не было, то ли было душно, я не знаю. Один человек мне сказал, давайте подвезу место, где суша соединяется с водой, там происходят невероятные вещи. Тогда я не знал, что есть вещи гораздо сильнее, такие, как храм, церковь, где все намного сильнее, но тем не менее поехал, действительно произошло чудо. Мне как будто изнутри что-то омыло, мне стало легко, как будто я исповедовался океаном, и мы вернулись в этот домик, я вернулся к ней, и через какое-то время, опять после работы, у меня опять наступило это состояние, поскольку никого не было рядом, кто бы меня отвез туда, опять я решил писать песню на том самом месте, который называется «Океан». 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 Я вам тоже советую песни не высасывать из пальца, всегда находить какие-то жизненные примеры, жизненные ситуации, когда вы сможете воплотить это. Вопросы? Что вдохновляет вас по написанию песен? Что это? Любовь, не знаю, природа, цветочки, что это может быть? То есть, либо это какая-то большая духовная любовь, движение души, либо что, где-то. Но есть масса моментов, которые могут вас вдохновить. Это зависит от ситуации, зависит и песни получаются совершенно разные. Были моменты, когда погибали мои друзья, я писал одни песни. Были моменты, когда я чувствовал любовь, я писал другие песни. Были моменты, когда я оказывался в совершенно дичайших ситуациях, и у меня дикие получались песни. Вот, все зависит. Была очень смешная ситуация, когда мы поселились в Нью-Йорке, на Сеттен-Айленде. Это часть Нью-Йорка. От Манхэттена нужно на ферре плыть мимо статусы свободы. И для того, чтобы нам дозвониться в Москву, нам нужно было иметь огромное количество монет по 25 центов. Много, просто целую гору. Потому что секунды съедали доллары, надо было постоянно их туда бросать. нас как-то научили звонить по кредитной карте, там нужно было что-то говорить. Но самое главное, что когда что-то было не то, даже когда вы бросили монетки, и все линии были заняты, то вы нарывались на компьютер, который вам говорил женским голосом, что дозвониться невозможно, все занято. Там была очень плохая связь с Советским Союзом и с Россией. И некоторые из наших ребят пытались убедить этот компьютер, так сказать, все-таки не вешать трубку. Они не понимали, что с ними говорит машина. Девушка, девушка, нет, please, please, please. Вот так родилась песня Москва говорит. Я помню, мы приехали в Россию первый раз через пять лет в тур. Это был 1994 год. Хотя мы думали, что приедем через три недели. Мы уехали в тур в Америку, нам говорят, через три недели вы приедете. И потом поедете опять, думая, приедете, вот так будет ездить. и мы приехали первый раз через пять лет. И вот когда мы приехали через пять лет, очень мощно ротировался альбом, который нам типа надает к тому времени уже. Мы его выпустили в 92-м году. В 93-м он уже нам надбил Оскомину. Мы уже думали о новом материале, это альбом Оскокольный. И когда мы отъездили тур и собирались уезжать и один из, так сказать, людей, которые были рядом с группой, которые непосредственно участвовали в промоушене, он подошел ко мне и спросил «Ну а, чем сейчас будете заниматься?» «Мы отдохнем и будем, наверное, заниматься новым альбомом». Он говорит «Да-да, напиши 10 в Оскоколе и будет клево». Я ни одной больше не написал. Были совершенно другие песни и считаю, что это нужно так делать, это неправильно. У нас как раз, наверное, наиболее интересная часть нашего творчества отобразилась в этих двух последних альбомах с точки зрения музыкальной. Единственное, что бывает, что бывает, это когда Андрон Кочеловский снимал фильм «Глянец», со мной связались и сказали «Глянец» снял одну сцену под «Рамштайн», но мы не хотим, чтобы там был «Рамштайн», мы хотим, чтобы была какая-то оригинальная музыка, мы не могли бы что-нибудь туда написать. Я говорю, «Пришлите мне фрагмент, мне присылали фрагмент, там нет «Рамштайна», там играет группа «Аудиослэй». Я послушал и спросил Ольгу, своей супругой, я говорю, «Интересно тебе под эту сцену что-нибудь спеть?» Она говорит, «Да, ну, что-то не хочется». Я говорю, «Ладно, я напишу тогда инструментальную пьесу». Я написал инструментальную пьесу, такую мощную. Очень важно было сохранить размер, потому что люди уже ходили, они ходят по, как это называется, те модели ходят по подиуму, да, и по этому ритму нужно было сохранить. Я сделал пьесу такую и отдал ее тем, кто работал над фильмом, Кончаловским, послушал и говорит, «А не мог бы человек покричать туда?» Я попробую что-нибудь покричать. Сел, задумался, потом я стал смотреть другие фрагменты из фильма. Мне очень важно было понять, о чем этот фильм. И тогда я написал текст, они хотели, чтобы текст был по-английски. И текст, которым встал, если переводить на русский, называется «Детя подмены». То есть есть подмена такая. Человек думает, что оно одно, а на самом деле это другое. И получалось песню, которая называется «Чауда Собститюшн». Я назвал «Глянец». В интернете его можно увидеть. Он появился таким произведением таким странным образом. Попросили, и я сделал по причалу. Вопрос. Вы вот все пришли на вашу творческую встречу, потому что я так думаю, каждый из тех, кто сидит в этом импровизированном зале, хочет когда вырасти, стать таким же клевым, крутым, талантливым, как вы. А вот вы с нами считаете себя примером для подражания и осознаете ли свой гениальный талант? Я никогда об этом не думал, если честно говоря. И в данном случае нужно глядеть себя со стороны, это тяжело. Иногда сопровождается психическими заболеваниями, знаете, когда человек из тела выходит и смотрит на себя со стороны. Поэтому сам себе я самооценки дать никак не могу. Я просто стараюсь делать то, что мне подсказывает моя совесть. вот у нас была непростая жизнь, сложная во всех отношениях и наполненная и радостью и трагедиями сполна. Поэтому что совесть мне подсказывает, так я стараюсь и жить и делать то, что я умею делать. Были ли какие-то у вас песни, созданные именно когда вы были безумно счастливы? Ну, конечно. Конечно, были такие песни. Ну, например, песня Tell Me Why. Да. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все шли, а у меня не было денег У меня не было денег, билет стоил 10 копеек У меня даже 10 копеек не было И я у моего двоемного брата, он был намного старше меня, была гармошка И я на этой гармошке научился играть твист, типа рок-н-ролл там Вот, и танцевать твист при этом, я играл и танцевал Вот, и мне говорили, станцуешь твист с гармошкой? Получишь твист копеек? Нет, не пойдешь в кино И так, я пошел в шоу-бизнес Первые мои деньги Ну, давайте, где что-то очень много времени осталось Попробуем еще Непростая песня Сочинился фигни Основатель группы Red Flaw Chili Peppers Да, наш пузырьский групп Да, наш пузырьский групп Сочинание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok